библия говорит дорогие наши друзья передачи библия говорит уже записано почти две тысячи выпусков с ответами на ваши вопросы о боге иисусе христе христианском образе жизни с 2008 года наш youtube канал вырос до 200 тысяч подписчиков наша передача выходит ежедневно ежедневно мы получаем десятки писем на которые даем ответы в передаче библия говорит мы не перестаем благодарить бога за ваши добрые свидетельства о том как полезны для вас материалы международного служения слова благодать раз в год мы обращаемся к вам с просьбой о материальной поддержке этого служения мы удивляемся как много жертвенных пользователей вас наши дорогие кто готов поддерживать это служение материально ваши средства мы используем чтобы покрывать расходы на производство материалов и развитие технического оборудования поддержки специалистов а также издательство книги и библейского института который кстати продолжает действовать не только в интернете но и в странах бывшего советского союза я николай пастухов ведущий передачи библия говорит прошу вас поддержать этот проект материально вы можете это сделать на сайте слова media.org а также через приложение слова ссылка точная будет под этим видео вы можете также подробно ознакомиться со всеми способами поддержки ну а если у вас останутся вопросы напишите нам сообщение или позвоните по телефону в сша плюс один триста шестьдесят девять семь семь два один восемь два вы можете для этого использовать telegram ватсап или вайпер драгоценные станьте частью этого служения через материальную поддержку а я благодарен богу за каждого из вас за расположение вашего сердца участвовать в этом служении спасибо вам и да благословит вас господь алексей алексеевич такой вопрос сегодня многие увлекаются новостями и политикой иногда чрезмерно нужно ли христианам вникать в новости и до какой степени вообще вникать когда мы говорим о том что христианину нужно вникать во что-то писание ясно говорит во что он говорит вникая в себя и в учении занимаетесь им постоянно вот так поступай себя спасешь и слушающих себя когда мы говорим о нашем отношении к информации вообще в век цифровой революции в век информационного бума мы имеем дело с явлением которое представляет нам такой объем информации для которого человеческого мозга не хватает мы не способны даже переваривать весь этот объем информации а тем более формировать правильное отношение ко всему что происходит ведь посмотри сегодня каждый человек любовь любых способностей уровней ответственности он имеет доступ ко всему что происходит в африке в японии в китае в новой зеландии в украине в россии в американском конгрессе в экономике в спорте в журналистике в искусстве и так далее когда ты посмотришь на все эти сферы то они тебе кажется так чтобы быть эрудированным тебе нужно знать все это но в действительности это знание практически не помогает нам не становиться ближе ко христу не быть более эффективными для делу то есть когда мы говорим о употребле или потребление любой информации вообще задайте себе вопрос для чего она нужна почему сейчас нужно вот эту информацию потреблять для чего что она произведет в твоей жизни что тебя укрепит что даст сделать и более плодотворной твою жизнь поможет тебе быть более эффективным для господа это конечно же относится к новостям я думаю что в большинстве случаев сегодня люди они зависимы от не просто от новостей а есть даже такое психологическое такое понятие такое бесцельное перелистывание страниц в интернете или социальные сети это просто когда мозг движется чем-то новым совсем не неважно что там лишь бы что-то новое что-то новое это могут быть клип это могут быть фотографии это могут быть кусочки информации какой-то но вот в самом этом процессе нет ничего кроме потребности мозга в данном случае просто постоянно видеть что-то новое и это притупляет мозги это не дает развитие больше того это несет с собой очень много потенциальных проблем почему потому что бог не тебя не поставил решать мировые проблемы а ты воспринимая эти проблемы ты невольно начинаешь формировать формировать свое мнение а украинцы должны так сделать а русские так должно сделать а верующие в россии должны так поступать а верующие с украины должны вот так поступать верующие в Европе, они должны выступить против таких-то, а верующие в Америке должны вот так. То есть человек просто становится в позицию судьи там, где он совершенно не обладает всей необходимой информацией для этого. Ну и самое главное, его никто не ставил судить. На нем не лежит эта ответственность за то, как ведут себя верующие там-то или неверующие здесь. На нем лежит ответственность молиться за людей, быть светом для людей, оказывать милосердие людям, говорить истину, проповедовать Евангелие. Вот это лежит на нас ответственность. А когда ты загружаешь себя, то кроме того, что ты перегружаешь свои мозги информацией, которые тебя притупляют, ты еще и берешь на себя или ставишь себя в искушении, когда ты берешь на себя функцию, которую тебе никто не поручал, и ты начинаешь впадать в осуждение, в конфликты разные. Внутри ты мучаешься, потому что ты видишь проблемы, которые ты не можешь разрешить и так далее. То есть употребление информации должно быть очень дозированным. я понимаю, что есть разные люди с разным уровнем ответственности, и кому-то нужно немножко больше о чем-то знать. Например, родителям нужно знать о тех потенциальных проблемах, которые грозят, угрожают его детям, подросткам. Да, им нужно дозированно, с правильным направлением посмотреть на ту сферу знаний, которую будет получать его ребенок. Вот это вполне оправданно, но просто бесконтрольное, то это не имеет практического смысла и даже вредно. Очень точно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, дорогие, огромное вам благодарное, что вы были сегодня с нами. На сегодня все. Храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok